Современный кинематограф нередко используется для донесения определенных мыслей до населения. Однако, эта индустрия бы не работала, не будет вне идейных актеров, которые нередко высказывают свое бесконечно важное мнение по тем или иным вопросам. Впрочем, некоторые популярные актеры не боятся оказаться в опале и высказывают свое собственное мнение, которое нередко идет вразрез с политикой партии. Сейчас взглянем на нескольких безусловно талантливых актеров, которые совершенно по-разному относятся к России и их высказывания в свое время вызвали неслабый общественный резонанс. Давайте вместе узнаем, что они думают о нашей стране. Дженнифер Лоуренс, «Я не хочу иметь ничего общего с этой страной». Молодая, но уже очень известная актриса старается поддерживать интерес к себе вовсе не талантливой игрой, а скорее резонансными высказываниями. Лоуренс вообще любит поболтать и в своих интервью нередко критикует чужие государства. Дальше больше, со своих пресс-коференцей Лоуренс выгоняет российских журналистов и всячески поддерживает антироссийские акции на Западе. Начальство актрисы объясняет ее поведение политическими убеждениями. Морган Фриман, у нас с ними война. Среди резко негативных высказываний о России отличились не только молодые и дерзкие актеры, что только пытаются набрать популярность. Одним из самых ярых критиков нашей страны оказался великолепный актер Морган Фриман. Дорогие американцы, во время последних выборов мы подверглись атаке со стороны российского правительства. Это нельзя оставлять без ответа. Фриман на старости лет ударился в политику и всячески агитирует за определенную партию. А когда эта самая партия проиграла выборы в США, актер не придумал ничего интереснее, чем обвинить Россию во вмешательстве в суверенитет его страны. Какая ирония. Рэй Файнс, говорить по-русски для меня уже не проблема. Если американские актеры стараются во всем потакать превалирующим политическим мнением, выступая в качестве рупора пропаганды, то британцы куда более благоразумны. Рэй Файнс многим зрителям знаком за исполнение роли Воланда Морта в серии фильмов о «Гарри Поттере». При этом Файнс признался, что не интересуется большой политикой, но обожает российскую культуру. Актер серьезно изучает язык, нередко прилетает в страну как с рабочими визитами, так и в качестве туриста. С огромным удовольствием пожил бы в настоящей российской глубинке. С Файнс неоднократно говорил, что является большим поклонником классической российской литературы и при любой возможности старается снимать по ней кино у себя на родине. Арнольд Шварценеггер. Я обожаю Россию, каждый раз посещаю ее с огромным удовольствием. Там живут спортсмены, которыми я просто восхищаюсь, Власов, Алексеев. Я бы очень хотел навестить их снова. Разумеется, нельзя обойтись без Железного Арни. Товарищ Шварценеггер последние пару десятилетий на Западе считается фигурой весьма одиозной. Впрочем, именно это и помогает ему свободно высказывать свою непопулярную точку зрения. Арнольд во множестве своих интервью говорил, что обожает бывать в России и безмерно восхищается местными спортсменами. По его словам, отечественные спортсмены не только серьезные конкуренты на мировой арене, но еще и умнейшие люди. Здесь Арнольд намекает кумира своей юности, тяжелоатлета и олимпийского чемпиона Алексея Власова. Алексей Серебряков. Уж лучше искусственной улыбки Запада, чем искренняя злоба российского хама. С, большинство актеров отечественного производства благоразумно воздерживаются от астросоциальных комментариев или критики общества в целом. Однако не все. Огромный резонанс вызвал целый ряд противоречивых высказываний от личного российского актера Алексея Серебрякова. Актер метко, а иногда и слишком резко высказался о своей стране и людях в целом. Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, много элементов 90-х годов вы увидите. На сегодняшний день ни знания, ни сообразительность, ни достоинства не являются прерогативой России. Для одних его слова стали оскорблением, а другие же признали частичную правоту актера по поводу ценностей уклада жизни в целом по стране.